Коллеги, добрый день. Давайте пару минут подождем, пока все подключатся к нам. И попрошу уточнить, как нас слышно, видно. Нужно пару минут, пока все соберутся, опоздавшие, и начинаем. Я думаю, можно начинать? Да. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре компании Axelot. Сегодня мы расскажем вам о нашей новой системе, это Axelot VOS X5, системы управления складом и о ее функциональных возможностях. Ведущие вебинары это, собственно, я, Жихрева Елизавета, менеджер по работе с клиентами компании Axelot, и Монев Владимир, руководитель проектов по складской логистике. Здравствуйте. По времени вебинар будет длиться около 40 минут, поэтому, коллеги, если в процессе вебинара возникнут какие-то вопросы, вы можете написать нам в чат, а после мы обязательно на них ответим. Собственно, как выглядит план нашего вебинара. Расскажу, для каких складов применима наша система, о задачах, которые позволяет решать систему Axelot VOS X5, о сравнении с такими системами, как ВМС и ERP, о нашем опыте автоматизации, и далее Владимир расскажет о функциональных возможностях системы. На протяжении многих лет мы занимаемся автоматизацией складов, и уже 12 лет подряд мы являемся лидерами российского рынка ВМС по количеству реализованных проектов и объемов продаж. И как вы все прекрасно знаете, что склады бывают разные. И согласно методологии Гартнера существует следующая классификация ВМС, которая, собственно, представлена у нас на слайде. Решения Axelot покрывают все задачи для каждого склада. Например, для больших складов, для распределительных центров, роботизированных складов с высокой интенсивностью, все задачи решают наши решения. Это Axelot WMS X5, которая разработана на платформе 1S, и Axelot WMS E5 на платформе Netcore со встроенным модулем VCS для управления роботизированным оборудованием. Но мы также понимаем то, что для автоматизации небольших складов, складов при магазинах, дарксторов и прочих, тоже требуется специализированное решение. И очень часто функционал ВМС для таких складов является избыточным. И именно для таких складов мы разработали наше новое и уникальное решение – это Axelot WMS X5. С выходом этого решения мы заполнили все актуальные потребности наших клиентов. Итак, Axelot WMS X5, V-House Operation System, предназначена для автоматизации складских операций. Система разработана на платформе 1S, код системы полностью открыт, что позволяет в дальнейшем самостоятельно развивать функционал системы. И Axelot WMS X5 обеспечивает выполнение следующих функций, а именно – это автоматизация приемки товаров на склад, если необходимо кроссдокинг и обработки транзитных грузов без хранения и без идентификации товара, автоматизация операций хранения, внутренней обработки и отбора товара, а также система позволяет гибко настраивать права доступа складского персонала и правила выполнения складских операций, а также позволяет получать абсолютно всю необходимую аналитическую отчетность по работе самого склада. Более подробно коллеги про функционал системы нам чуть позже еще расскажет Владимир. Также хочется отметить, что Axelot WMS X5, как и все прочие наши системы, можно приобрести в нескольких форматах. Первый вариант – это вариант Onbox, когда вы приобретаете программное обеспечение и размещаете его на своих собственных серверах, неважно, физических или виртуальных. Второй вариант – это когда мы предоставляем вам в аренду и программное обеспечение, и серверные мощности, и продаем Axelot Cloud по подписке. И третий вариант – если вдруг у вас нет возможности размещать программное обеспечение на своем сервере, то мы можем предоставить вам в аренду серверные мощности. Лицензирование Axelot WMS X5 построено следующим образом. Если говорить про вариант Onbox, то для первого склада приобретается основная конфигурация, которая включает в себя лицензию на один склад и одну конкурентную лицензию на мобильный терминал. Для второго и последующих складов приобретаются лицензии в зависимости от количества ваших складов. То есть у нас есть лицензии на один, пять и десять складов. Для работы с мобильными терминалами приобретаются лицензии в зависимости от количества сотрудников, которые будут одновременно работать в смену с терминалами сбора данных. Тут аналогичная ситуация, что у нас есть дополнительная лицензия также на один, пять и десять мобильных терминалов. Также хочется отметить, коллеги, что данные лицензии не привязываются к конкретному складу, поэтому могут быть рассчитаны по общему количеству мобильных устройств. В данном варианте есть также лицензии на специализированные рабочие места для сотрудников, которые работают с товаром, и дополнительно у нас есть лицензии на оборудование. А также вы приобретаете информационно-технологическое сопровождение. Оно считается 15% от общей стоимости приобретенных вами лицензий. И Axelot Cloud лицензируется аналогично варианту Onbox. Данный вариант подразумевает размещение системы на наших серверах и предоставление вам прав доступа в зависимости от количества приобретенных лицензий. Данный вариант использования позволяет сэкономить на серверном оборудовании и стоимости обслуживания этого оборудования. Система может применяться в организациях с большим количеством складов, среди которых есть как и крупные, так и небольшие склады, а также на производственных предприятиях с большим количеством небольших складов, снабжения, цеховых, кладовых или в розничной торговле по схеме DarkStorm, где требуется обеспечить быстрое выполнение операций с неформализованными процессами и большой вариативностью выполнения операций. Если говорить о том, чем же отличается Axelot VOS от Axelot WMS, как я ранее сказала, что система Axelot VOS X5 рассчитана для автоматизации простых складов. И мы не учитывали весь функционал, который на данный момент у нас уже есть в ОМС-системе. Поэтому в данном решении не требуется функционал, который представлен у нас на данном слайде. Система Axelot VOS X5 является системой поддержки принятия решения, а не системой управления складскими процессами. И хочется добавить, что при выполнении складских операций в данной системе все решения принимают исполнители на основании данных, которые есть в системе. В данной системе все более упрощено. С точки зрения методологии, нормативно-справочной информации, интеграции, все идентично в ОМС-системе. То есть та же сама терминология, объекты нормативно-справочной информации, те же интеграционные документы, обработчики интеграции идентичны. Разница только в обработке складов, так как система Axelot VOS X5 позволяет вести учет в рамках одной базы с полноценным разделением доступа неограниченное количество складов с разными настройками, в том числе с разными подходами к внедрению. С другой стороны, если сравнивать систему с ERP, то есть случаи, когда функционал VOS частично покрывается функционалом ERP-системы. В этих случаях использование VOS также может быть оправдано, так как ERP-система может иметь ряд особенностей, которые делают неудобным или неэффективным ее использование для решения данной задачи. Axelot VOS X5 базируется на том же подходе к учету, то есть это поддержка и сроков годности партии, дат производства, серийных номеров, кизов, акцизов и так далее, что в базовом функционале ERP-системы может быть не предусмотрено. И модификации могут быть довольно сложно и трудоемки. Также в отличие в том, что в Axelot VOS X5 есть возможность работать как с бумагой, так и с терминалами сбора данных, которые в отличие от ERP-системы можно работать в онлайне или частично в оффлайне. В отличие от ERP-системы в Axelot VOS X5 более гибкие механизмы резервирования, которые учитывают остаточные сроки годности, номер серии в виде требований клиентов. Что касаемо сроков внедрения, на нашей практике уже с учетом завершенных пилотных проектов внедрить систему Axelot VOS X5 гораздо проще, нежели чем блок автоматизации склада в ERP-системе, так как сроки внедрения системы Axelot VOS X5 составляют от 1 до 2 месяцев, что является достаточно коротким сроком для такого проекта. Итак, коллеги, далее передаю слово Владимиру. Он более детально нам расскажет про возможности нашей системы Axelot VOS X5. Владимир, тебе слово. Да, сейчас, секунду. Да, что хотелось бы еще сказать, это подвести некий итог по предыдущему слайду. развитие складского хозяйства, новые требования регуляторов и увеличивающийся ассортимент маркированной продукции – это все про то, что повышаются требования к учету и к управлению в информационных базах. Верно подмечено, что многое можно сделать в ERP-системе, в том числе решить непрофильные задачи или чисто складские задачи, например, прикрутить ТСД для работы в онлайне, посчитать выработку кладовщиков и выстроить некую систему их мотивации, добавить дополнительные разрезы учета, также преодолеть сложности разного уровня при реализации функционала ERP от борьбы за ресурсы разработки до проблем с производительностью корпоративной системы. Axelot VOS позволяет автоматизировать складские операции, и это такая некая идеальная история для снижения нагрузки на вашу корпоративную систему. Теперь давайте посмотрим на ее функциональность. Кратко про технологический стэк. Система базируется на платформе 1С, поддерживаются все те же СУБД и операционные системы, что и для всех 1Сных решений – это PostgreSQL, Microsoft SQL, Oracle Database, IBM DB2. В ВОЗ также есть мобильный клиент, который работает на Android и поддерживает импортонезависимую инсталляцию, то есть можно устанавливать его на TSD без использования Google Play. Что касается функциональности. Мультискладской учет – это, пожалуй, одна из самых интересных возможностей. Это введение мультискладского учета в рамках одной системы с использованием разделения доступа для сотрудников, работающих на TSD, так и для сотрудников, работающих за стационарными компьютерными местами, такие как кооператоры, диспетчеры и другие сотрудники. То есть можно добавлять множество складов для работы в одной информационной базе. Далее. С точки зрения топологии есть понятие зон. Эти зоны могут делиться на различные технологические участки, типы ячеек, ну и, конечно, сами ячейки. Один из ключевых моментов в системе – это зонирование склада и использование ячеек является необязательным. Например, на предприятии есть два склада. Один из которых – это небольшой склад с адресным хранением, а другой – это какая-нибудь небольшая протиховая колдовая. ВОЗ можно для одного склада использовать адресный учет, а для другого его не использовать. Остатки на складе без адресного учета будут храниться общим остатком в разрезе самого склада без какого-либо зонирования, как это часто сделано в ERP-системах. На этом слайде перечислено три подхода к адресному учету, которые поддерживает система ВОЗ. Первый – это отсутствие адресного учета, то есть остатки хранятся в разрезе склада, как я чуть выше уже сказал. Второй – это неколичественный адресный учет. В данном подходе мы можем справочно указать ячейку, в которой обычно хранится товар, но ввод самой ячейки при выполнении операции является необязательным. Таким образом, система подсказывает, где может лежать товар, и сотрудник самостоятельно принимает решение пойти в указанный адрес или выбрать другое место. При этом информация о реальном нахождении товара не используется в данном подходе. На мой взгляд, это особенно актуально для складов, работающих по схеме DarkStore, там такой подход наиболее применим. Третий вариант – это, можно сказать, классический подход – это количественный адресный учет, который ВОЗ может быть как с контролем остатков по ячейкам, так и без контроля остатков. При использовании такого подхода мы на каждом шаге должны зафиксировать, куда размещаем или откуда забираем товар. В данном подходе и при настройке отсутствия контроля остатков по ячейкам мы допускаем уход остатков по ячейке в минус. То есть при выполнении задачи отбора система позволяет сотруднику взять товар из любой другой ячейки, в которой данный товар сейчас не числится. При этом контролируется общий резерв по складу и требования остаточного срока годности, если они есть. Кладовщик не сможет, конечно же, отобрать больше, чем числится на складе. Сделано это для тех складов, на которых часто возникает проблема. Кто уже внедрял ВМС, наверное, могут ее узнать. Сотрудник говорит, я вижу товар, я вижу, что товар лежит в соседней ячейке, она находится на расстоянии вытянутой руки, а у меня задача из совсем другой ячейки, которая находится в дальнем углу склада. Но товара там нет, и я хочу забрать товар из этой ячейки, которая ближе ко мне, а система мне этого сделать не дает. Это, собственно, легко решается. Резервы позволяют, товар можно брать из неплановой ячейки. С настройкой контроля, ну, с настройкой жесткого контроля за остатками по ячейкам, конечно же, такого не будет. Есть задания из конкретной ячейки, идешь за товаром туда и никуда больше. Несколько слов про учет товара на складе. Система не оперирует уже многим знакомым понятиями место хранения, контейнер, транспортная единица, она же ТЕ, то есть не ведется учет в разрезе уникальных транспортных единиц. Грузы могут опционально формироваться на этапе сборки, но, опять же, это зависит от настроек конкретного склада, и эта операция не является обязательной. При этом ВОЗ поддерживает работу с конфигурациями упаковок, можно ввести остатки в разрезе различных упаковок с различной должностью. Про отраслевую специфику уже упоминали, быстро повторюсь. ВОЗ, конечно же, поддерживает работу с датами производства, с учетом сроков годности и остаточного срока годности, возможность мерного учета для весового и отрезного товара, порционный учет, работу с серийными номерами, акцизами и кизами. Еще немножко про работу с кизами. Это считывание и разбор штрих-кодов формата Data Matrix, использование штрих-кодов Data Matrix для идентификации товара, проверка структуры и уникальности Data Matrix, фиксация кизов в процессе приемки и в процессе отгрузки товаров и поддержка процедуры агрегации и разагрегации. Как говорили про мобильный клиент, выполнение операции на TSD происходит через новый мобильный клиент на Android. Основной режим работы – это онлайн, но также поддерживается и оффлайн. Когда сотрудник получает задачу, идет ее исполнять в зону или отдельно стоящий склад, где нет сети, и при возвращении и восстановлении интернет-соединения терминал отдает данные в ВОЗ-систему. Это такой некий частичный оффлайн, все равно требующий подключения к сети, а не те уже многим знакомые бач-терминалы, которые нужно синхронизировать через краду. Также как альтернативу использования Wi-Fi можно использовать TSD с GSM-модулем, с обычным мобильным интернетом, либо использовать смартфоны со сканированием через фотокамеру. Здесь важно понимать, что скорость считания штрих-кодов через камеру во многом зависит от качества самой камеры и иногда от освещенности склада. Либо можно настроить процесс таким образом, чтобы вообще ничего не сканировать, а просто подтверждать выполнение задач кнопками на TSD. Бумажная технология. В системе реализована бумажная технология для выполнения всех задач, и она может выступать как полноценный, а не резервный вариант работы. Оператор печатает листы задач, передает их сотрудникам, которые в свою очередь фиксируют в них факты выполнения этих задач. Дальше эти листы возвращаются оператору, и оператор фиксирует полученные данные в системе ВОЗ. В ВОЗ реализована событийная модель, тоже многим знакомая по ВМС. Например, при поступлении заказа на отгрузку в систему, заказ автоматически переходит в работу, автоматически создается задача на сборку, которая становится доступна для выполнения сотрудника на TSD. Также по событиям запускаются обработчики интеграции, например, документ перешел в статус «отгружен», при этом в корпоративную систему полетела информация о факте отгрузки. В системе есть понятие «задача». Это набор строк по одному документу, которые выдаются одному исполнителю. К примеру, возьмем заказ на отгрузку, задача на сборку. Задача на сборку будет включать в себя все товары по этому заказу в рамках одного склада и одной рабочей зоны. Задача может быть исполнена как одним сотрудником, так и с формированной бригадой. Доступ к задачам гибко настраивается в соответствии с настройками для роли сотрудников. Например, одни кладовщики могут заниматься только приемкой, другие могут заниматься только отбором, а старшие смены могут иметь доступ ко всем абсолютно операциям. Немного про инвентаризацию. В ВОЗ предусмотрено три вида инвентаризации. Это полная инвентаризация, когда мы полностью пересчитываем склад с блокировкой всех остатков, инвентаризация по ячейке или зоне и инвентаризация по товару. Сами задачи на инвентаризацию могут выполняться как по бумаге, так и с использованием ТСД. В системе предусмотрен функционал табеля для фиксации времени прихода и ухода сотрудников, перерывов на обед, сверхурочных переработок, отпусков сотрудников, которые потом можно выгрузить в таблицу и, например, отправить в бухгалтерию для расчета заработной платы. Также есть отчеты по выработке сотрудников, которые позволяют проанализировать, кто сколько и каких операций выполнил. Эти данные потом можно использовать для мотивационных схем сотрудников. В ВОЗ присутствует модуль по работе с соответственным хранением. Это возможность подсчета услуг по хранению и услуг по складским операциям, по индивидуальным тарифам для каждого поклонжидателя. На этом, наверное, про функционал закончим и скажем несколько слов про пилотные проекты Axelot.Voz. Я передаю слово Елизавете. Спасибо, Владимир. Коллеги, что касаемо самих наших пилотных проектов, которые хочется выделить, это фудсервисная компания GFC, которая занимается продуктами питания у клиента, есть система Axelot VMS X5 на основном складе, а для небольших складов мы поняли, что функционал VMS будет избыточен и предложили внедрить заказчику Axelot VOS X5. Учитывая, в принципе, параметры склада заказчика, это небольшой склад, площадь которого составляет 750 квадратных метров, одновременно у них работы до 10 человек в смену, активной номенклатуры до 500 и интенсивность склада составляет до 150 строк на отгрузку в сутки и до 200 на приемку. В рамках проекта мы реализовали функционал по входящему и исходящему потоку товара, а также внутренней операции. Помимо этого, учет по партиям, по срокам годности и учет весового товара, а также в дальнейшем планируется учет КИЗО. После завершения внедрения на данном складе планируется тиражирование системы и на другие региональные склады компании GFC. И компания «Дядя Ваня», которая занимается производством качественных консервированных овощей и продажей их по всему миру, у которой также есть Аксилот ВМС-Х5 на основном складе, а для небольших складов ВМС-система была излишняя, несмотря на то, что склад площадью до 20 тысяч квадратных метров. Автоматизируемый склад при производстве хранится готовая продукция, полуфабрикаты и сырье. У них 13 площадок, и в том числе есть две открытые площадки. В данном проекте не требовалось сложных автоматических алгоритмов выполнения операций, и было принято решение, что система Аксилот ВМС-Х5 подойдет клиенту больше, нежели чем Аксилот ВМС-Х5. Все бизнес-процессы на данном проекте автоматизированы с использованием бумажной технологии. И в рамках проекта перед нами стояли такие задачи, как обеспечить контроль сроков годности товара, организовать работу по принципу FIFO и для ряда контрагентов, у которых есть свои требования по остаточному сроку годности, осуществить отгрузку в соответствии с этими сроками. Клиент также планирует тиражировать данные решения и на другие склады. И как вы все знаете, что тиражирование системы это гораздо выгоднее и эффективнее как по трудозатратам, так и по срокам внедрения. Итак, коллеги, наш вебинар подошел к концу. Мы с нетерпением будем ждать вас, нашей компании, для того, чтобы стать одним из следующих клиентов на внедрение нашей новой системы Аксилот ВМС-Х5. Аксилот ВМС-Х5. Продолжение следует...